сегодня мы сравним стабилизацию в трех программах для монтажа топовых программах и это видео мы будем делать не просто так мы задались идеей сделать одно большое сравнительное видео где мы сравним разные монтажки и выберем из них самую крутую на данный момент но сначала мы решили разобраться в нюансах и как раз сегодня мы будем ковырять стабилизацию и это будут три монтажки davinci resolve premiere pro и final cut у меня на таймлайне около 20 кадров которые мы выбрали из наших проектов которые сняты в различных условиях где-то просто микротряска где-то зашкварно трясется и мотыляется камера а где-то очень много движущейся массы из как вы знаете наверняка стабилизатору очень сложно править такие кадры но тем не менее мы попробуем и сравним где результат окажется лучше все эти кадры мы прогнали через стабилизаторы каждой монтажки и причем сделали это по два раза первый проход это то как стабилизирует по умолчанию если вы просто нажали кнопочку stabilize и посмотрели готовый результат и второй прогон это то когда вы уже попробовали и руками покрутили ползуночки чтобы получить максимально хороший результат и так вот первый кадр он снят на производстве чипс здесь двигаются стаканчики по линии и есть небольшая микро тряска вот посмотрите но давайте посмотрим что получилось настройками по умолчанию ну и сразу косяк ни одна монтажка не справилась на сто процентов давайте посмотрим что получится после ручных настроек final cut и премьер не удовлетворительно а вот да винчи ну если подрезать первую часть кадра этот кусочек вполне можно взять монтаж следующий кадр очень сложно тречить когда вы снимаете какие-то макро или крупные планы особенно если это двигающаяся масса снята и она еще и перемешивается очень часто такие кадры встречаются на съемках производства и такие кадры практически никогда не стабилизируются хорошо но давайте проверим какая же из монтажек даст нам лучший результат конце этого ролика мы по каждому кадру сложим баллы и выберем победителя и если да винчи все-таки выиграет мы сожжем все остальные монтажки а если да винчи проиграет то мы тоже сожжем остальные монтажки и отправим их разработчика так вот этот кадр я сразу пропущу скажу что ни один стаб тоже не справился а мы перейдем лучше кадром которые чаще встречаются в жизни и где все-таки можно получить приемлемый результат есть у нас вот такой кадр пролетка между бочек на коньячном заводе снята на электронный стабилизатор и я специально взял не самый идеальный кадр ну бывает так сняли вот есть такая тряска что же делать давайте стабилизировать лидируют у нас премьер и да винчи и как мне кажется премьер все-таки отработал лучше он прямо въелся в этот кадр и нет никаких не деформации не тряски а вот да винчи тоже справился неплохо но если присмотреться есть небольшие искажения кадра я так понимаю причина в том что в премьере работает стабилизация не только перспективы но он еще пытается исправить какие-то деформации кадра и у него есть алгоритм исправления rolling шаттера который возможно тоже играет свою роль следующий кадр снят там же я уверен что это место всем вам знакомо по вкусу это виноконьячный завод проскавея который расположен у нас в ставропольском крае и которому мы снимали презентационный фильм очень люблю такие кадры где перспектива и линии уходящие вдали просто грех было не полетать там на стабилизаторе мы наснимали там очень много кадров но к сожалению стабилизатор электронный который в тот раз был у нас собой ну не отрабатывал свою задачу на все сто процентов возможно кто-то бы не принял бы всерьез такие микро потряхивания и взял бы в монтаж но я считаю что стоит попробовать сделать этот кадр лучше как и в предыдущем кадре премьер побеждает да винчи вовсю догоняет но чуть-чуть не хватает до такого же хорошего результата я конечно очень топлю за монтаж куда винчи и мне на самом деле очень бы хотелось чтобы она победила не буду лукавить я пытался на втором проходе и так и сяк и крутил ползуночки чтобы довести результат стабилизации в да винчи до идеального но к сожалению не получилось ни один из видов стабилизации ни одна из настроек не привела хорошему результату такому как в премьере следующий кадр снят на очень узком угле такое макро на телевик камера стояла на штативе но угол настолько был узкий что даже маленький ветерок вносил свои коррективы а теперь нам эти коррективы нужно исправлять в этом случае до винчи и премьер примерно близки но хотелось бы получить более хороший результат поэтому в ручных настройках я попробую сделать более статичный кадр к счастью есть такая опция практически во всех стабилизаторах в да винчи она называется камера лог давайте включим и протестирует а премьер значительно закрепил картинку но тем не менее у него получилось сделать наиболее качественную стабилизацию да винчи закрепил картинку еще больше и посмотрите правом верхнем углу немножко подрывает геометрию кадра этот кадр тоже снят в винном погребе камера едет на слайдере который установлен на штативе но тем не менее есть микро тряска потому что тоже используется достаточно узкая оптика я не помню или 85 объектив чтобы получить вот такой расфокус переднего плана давайте эту микро тряску будем убирать все три стаба более-менее справились задачей но как видите камера когда едет штатив немножко наклоняется и кадр немножко поворачивается и вот это как раз хотелось бы поправить поэтому давайте залезем подвигаем ползуночки и в ручном режиме попробуем исправить еще лучше поворот камеры остался у всех но он растянулся от начала кадра до конца и стал более плавным и незаметным поэтому я считаю что здесь всем стабилизатором можно поставить максимальный балл все справились хорошо а вот этот кадр когда я его увидел я думал что ни один даже супер пупер стабилизатор на свете не сможет исправить такую тряску это было снято на экшн камеру с теле объективом который мы производим 25 миллиметров и вот такая крошечная матрица экшн камеры представляете а я при этом еду на фуникулёре камера установлена на стабилизатор же юн и тем не менее все равно вот так сильно трясет премьер больше всех закропил картинку но тем не менее посмотрите на результат деревья все стоят как вкопанные да немножко потряхивает небо на всех стабилизаторах но это как раз таки можно исправить на пост продакшене масочкой обвести заменить поставить другие тучки не проблема премьер красавчик здесь как и в предыдущем варианте от стабили все но обратите на вот этот угол и в да винчи и файл катя здесь происходит деформация а в премьере все четенько вот такая панорама слежения снята на мозу air и она к сожалению в отличие от стабилизаторов же юн крейн не делает свою работу так хорошо и многие кадры приходится все-таки дополнительно софтверным стабилизатором при монтаже подправлять тут самый проблемный участок вот этот угол и на нем немножко заламывает геометрию да винчи и премьер после ручных настроек справились можно сказать на одном уровне во всяком случае не могу выделить лидера но плюсик премьеру за то что он сделал это с настройками по умолчанию а вот final cut тут явно в аутсайдерах даже ручные настройки но никак не помогли и вот такой максимально кривенький выбрал кто из вас любит поливать камерой это сравнение для вас тут как раз есть и тряска и движущаяся масса достаточно сложная задача здесь я отдаю первое место да винчи потому что до ушла тряска но в тот же момент осталось ощущение ручной камеры а вот премьер слишком попытался в пицца своими зубами в этот кадр и видно что работает цифровая стабилизация у нас есть и и и и и этот кадр снят на формуле 1 мы делали ролик для компании mercedes-benz и я вот выбрал такой кадр может быть его и не нужно стабилизировать но он интересен тем что проходит человек который перекрывает практически полностью кадр и стабилизатор может за него зацепиться да такие кадры можно стабилизировать в after effect или во фьюжи не где вы можете выбирать области за которые цепляется стабилизатор но что делать если мы хотим отстабилизировать просто в монтажке давайте сравнивать в целом за человека не зацепился ни один из стабов но посмотрите как подрывается вот этот угол и в да винчи и файл катя и вот здесь мне кажется результат после стабилизации получился даже хуже чем был в исходнике и еще один подобный кадр здесь тряски немножко больше вот такие вот горлышки бутылок тут как таковой тряски нету но из-за того что снята на электронный стабилизатор с рук есть такие небольшие рыскания в да винчи и файл катя сразу поплыла геометрия премьер хорош но если присмотреться видно что вот в этой части горлышке вот в этот момент они как резиновые зины немножко растягиваются ну и последний кадр для любителей съемки с рук и если при этом у вас нет ни электронного не матричного не даже механического стабилизатора сто процентов вы захотите поправить это на монтаже а вот получится ли давайте проверим этот кадр не получилось отстабилизировать ни в одной из монтажек и отсюда вывод что нужно заботиться о стабилизации еще на этапе съемок если вы хотите особенно живую камеру этот кадр можно стабилизировать в автор эффекте или в другой программе но это более сложный процесс и эта тема не этого ролика так что подписывайтесь мы сделаем еще дополнительное видео потом по стабилизации а теперь давайте подводить итоги и так вот они наши результаты конечно мне бы очень хотелось чтобы победила моя любимая да винчи но не судьба и посмотрим останется ли она любимой после следующих сравнений монтажек но я так понимаю что до винчи резов она все-таки первую очередь заточена на более профессиональный и четко снятый материал к тому же скорее всего все таки больше они заточены на кино и на камеры которые они сами же производят эти камеры black magic у них практически у всех глобальный затвор и rolling шаттера нет совсем а кадры без rolling шаттера стабилизировать значительно легче и тут справиться ну практически любой стабилизатор но во всяком случае это очень легкая задача но я надеюсь что все-таки они подумают и о тех людях которым нужно с говно зеркалок и экшн камер и поливания с рук кадры привести к какому-то у добавимому результату и добавят такие же опции которые есть в премьере в подытожку хочу у вас попросить совета к нашему сравнению монтажек напишите что для вас являются определяющим фактором при выборе монтажки какая из опций для вас наиболее важна мы это все соберем в кучку выстроим в рядок по рейтингу и сравним и выкатим вам новое видео и выберем самую крутую монтажку